Добрый день! Я очень рад возможности открывать TEDxRussia. Я надеюсь, что эта замечательная идея будет продолжена, потому что это конкретное мероприятие будет очень успешным. И я постараюсь внести свою маленькую лепту в его успех. Упс. Упс. Это вот первый слайд. Я бы хотел сейчас поиграть в одну маленькую игру на внимательность. Я не очень уверен, как она покажет себя в этом зале, но, тем не менее, нужно попробовать. Сейчас здесь будет видеоролик, в котором две команды спортсменов в белых и черных рубашках будут перекидываться мячиком. Вам необходимо внимательно смотреть за командой в белом и считать количество перекиданных мячиков. Это надо делать очень внимательно, потому что команды перемещаются друг относительно друга, закрывают друг друга, и мячик иногда пропадает из поля зрения. Поехали. Вот команда в белом, вот команда в черном. На них смотреть не нужно. Нужно смотреть на вот эту команду в белом. Сколько было перекидываний мячиков? Кто посчитал точно? Двенадцать. Тринадцать. Кто из тех, кто посчитал правильно, а это было тринадцать, видел черного мишку, который гулял вот по площадке? Вы считали тринадцать? Неудачный экран, к сожалению. Вот теперь смотрим внимательно для тех, кто не видел мишку. Вот сматываем назад. Смотрим, играют, 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 играют. Вот появляется нас мишка, привлекает внимание к себе, ходит, никто его не видит. Почему его никто не видит? В этом самое интересное. Оказывается, что то, что мы видим вокруг нас, это иллюзия. Мы реально этого не видим. Единственное, что мы видим четко, это маленькие области размером с подушечку большого пальца на вытянутой руке. Ничего больше. Остальная картинка, это иллюзия, которую создает наш мозг для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно. А наш глаз с большой скоростью двигается по сцене, выхватывая маленькие, важные для себя области. Все остальное вот настолько размыто. Когда мы читаем книжку, единственное, что мы видим в каждый момент времени, это четыре буквы. Все остальное абсолютно нераметно. Вот так вот примерно размыто. Поэтому, если отслеживать движение глаз за текстом, то получаются такие резкие скачки. Мы останавливаемся на каждом слове. А теперь задумаемся, что если отследить эти движения, какую информацию мы можем из этого получить. Например, мы можем подумать, что если мы остановимся на каком-то слове дольше обычного времени, значит, скорее всего, мы это слово не понимаем. И это оказывается именно так. Если какой-нибудь текст на незнакомом ему языке, тогда он будет одно и то же слово просматривать много-много раз, пока он его не вспомнит. Как мы можем отследить этот взгляд человека? Вот тут как раз и приходит нам на помощь компьютерное зрение. Специальные программы, специальные камеры, которые смотрят на глаза человека, находят его зрачки, отслеживают их движения. Определяем, в какую мы точку смотрим. И делаем это с огромной скоростью. Существует 2000 кадров в секунду. То есть мы можем заметить маленькие дрожания глаза, которые свидетельствуют, например, о заболеваниях или о внимании. Мы можем создать такое же устройство, которое человек может носить в обычной жизни и следить за тем, что он видит, когда входит в метро, выходит, на кого он посмотрел, какой он увидел, какой он увидел рекламный щит. И на какой он смотрел долго, достаточно, чтобы привлечь его внимание. На этом принципе основано большинство оптических иллюзий. Например, что вы видите на этой картинке? Кто-то наверняка увидит демонов, а кто-то увидит ангелов. Почему так происходит? Потому что некоторые сфокусировались на лицах демонов, а некоторые увидели ангелов. И все остальное они не заметили. И когда мы смотрим на картины, что мы видим, несмотря на картины? Мы видим лица людей. Все остальное для нас не представляет особого значения. Помимо одной вещи. Вот в данной картине, я думаю, большинство из вас привлечет внимание вот этот чудесный косячок. По-английски это так и называется. Area of joint attention. Я думаю, на самом деле причина не в этом, но очень удачная иллюстрация для процесса. Вот это причина того, почему ребенок не может научиться слушать телевизор. Он должен видеть свою маму. Он должен смотреть, на что смотрит мама. Когда мама произносит, смотри, сынишка, это Микки Маус. Мальчик смотрит, куда смотрит мама, видит нечто и начинает запонимать, что это вот Микки Маус. Если просто телевизор что-то произносит, у ребенка не возникают ассоциаций. Именно в этом проблема аутизма. Эти люди видят не то, что видят другие люди. Они фокусируются на совершенно других точках в изображении. Они не видят лица других людей. С одной стороны, это большая проблема. С другой стороны, большинство гениальных людей страдают аутизмом в той или иной форме. Потому что они не тратят так много сил на то, на что тратят другие люди. Они думают только о своем. Например, Эйнштейн обладал замечательной возможностью концентрации. Он забывал обо всем неделями, мало ел. И его мозг работал с чудовищной скоростью, не отвлекаясь на все посторонние. Эта технология уже получает первое применение. Например, для оценки, насколько веб-страничка или сайт удобен для пользователя. Пользователю задаются задачки. Например, переключись на следующую страницу. Отслеживают его движение. И засекают, за какое количество времени его взгляд найдет нужную кнопочку. И осознает, что это та нужная кнопочка. Еще большая важность это приобретает для врачей. Во всем мире из-за врачебных ошибок погибают десятки тысяч людей. Почему они погибают? Потому что врач опытный, он привык буквально мгновенно находить на рентгеновском снимке или других медицинских изображениях то, где он считает причины болезни. И он не обращает внимания на все остальное. Он видит не то, чтобы видел стажер, который смотрел на этот же снимок. Мы можем ему подсказать, что стойте, вы что-то пропустили. Или наоборот, мы скажем молодому врачу, посмотри, что видел профессор. Ты, наверное, не обратил на это внимание. Присмотри сюда внимательнее. Может быть, тогда ты поймешь, что же он там увидел. Один из наших великих соотечественников, Альфред Лукьянович Ярбус, в 67 году опубликовал одну из самых известных работ в этой области, которая говорила, что движение глаз человека зависит от той цели, которую преследует человек в данный момент. Если ему поставили задачу сказать, сколько людей на изображении, долго ли отсутствовал человек или другие, траектория движения его глаз и то, на что он обращает внимание, абсолютно различны. Это можно использовать. Например, если вы ведете автомобиль, то траектория ваших глаз также соответствует той цели. Если вы спокойно едете в потоке, то ваши глаза двигаются вверх-вниз. Вы оцениваете расстояние до впереди едущего автомобиля, чтобы не врезаться. Но как только вы хотите перестроиться, ваши глаза начинают бегать налево-направо, потому что вы должны оценить, не столкнетесь ли вы с кем-то, пытаясь перестраиваться. Это уже используется в японских автомобилях для автоматизированного круиз-контроля. Как только вы хотите перестроиться, система определяет, что вы это захотели и выключает скорость, потому что вы можете перенести ногу не на ту педаль и остановиться, забыв, что у вас круиз-контроль. А восстановившись в потоке, когда вы уже успокоились, вы можете забыть включить круиз-контроль, и система сделает это за вас. Но что мы все о глазах? Да, о глазах. Есть гораздо больше в лице человека, на что мы тоже можем обратить внимание. Для этого применяются технологии машинного обучения. Мы собираем огромные базы людей, отмечаем их характеристики, и система обучается определять эти характеристики. Мы можем определить пол человека по фотографии. Причем, как ни странно, для этого достаточно уменьшить картинку до размера 20 на 20 пикселей. Попробуйте распознать вот по таким изображениям. Вы легко это сделаете, компьютер тоже может это сделать. Он может определить возраст человека достаточно точно. Он может определить расу человека достаточно точно. И реагировать согласно тому, кто перед ним в настоящий момент находится. Например, мы можем отставить камеры и определять, какие люди заинтересовались какими товарами. Какую аудиторию это привлекает. Мало того, что мы можем считать статистику, мы можем подбирать тот товар, который вас, скорее всего, заинтересует. Например, в приставке VI-FIT компании Nintendo для обучения йоги вам предлагаются на выбор два аватара учителя. Это либо мужчина, либо женщина. Каждый выбирает по вкусу. Но кто сказал, что именно эти двое лучше подходят для всех категорий людей? Может быть гораздо больше психологических типов или даже не типов. И система может определить, с кем вам будет психологически комфортнее общаться. Это очень важно, например, для пожилых людей, которые, если они встретят в электронном киоске молодого человека, они будут подозревать его в некомпетентности. Если перед ним появится благообразный господин среднего возраста, они будут доверять его мнению гораздо больше и слушаться его советов. Также мы можем определить эмоции, что в данный момент на лице человека. Вот данный пример коммерческой разработки голландской компании, которая определяет, что эта женщина счастлива. Как она это делает? Опять с помощью технологии компьютерного зрения и машинного обучения. Заставив сотни студентов размечать фотографии долгие часы, и расставляя по ним десятки точек, мы набираем достаточную статистику, чтобы определить, когда люди счастливы, когда несчастливы. Мы находим конкретные параметры лица человека на изображениях, и после чего можем примерно представить себе, как изменяются эмоции. Здесь четыре варианта. От счастья до улыбки в разных степенях. Для каждого конкретного изображения мы можем определить, какой категории и в какой степени данный субъект испытывает те или иные эмоции. Но это медленно. Есть гораздо более тонкие детали человека. Две поведения человека, так называемые микроэмоции, которые исследует американский исследователь Пол Экман. Оказалось, что большинство людей непроизвольно реагируют на действия других людей. Например, если муж подходит к жене и хочет положить ей руку на плечо, жена, если она непроизвольно приподнимает плечо, чтобы ему просто было дотронуться. Если ей не хочется, она чуть-чуть смещает плечо так, чтобы это сделать было сложнее. Большинство людей этого не замечают. На этой основе американцы в этом году и сделали фильм «Теория лжи», посвященный одному из профессоров, которые видят такие особенности. Уже в течение многих лет идет проект «Диоген» или «Волшебник», в котором тестированию подвергаются люди с целью найти тех, кто умеет определять правду и ложь по поведению других людей. Они видят эти микроэмоции. Их очень мало. Было протестировано уже более 20 тысяч человек и найдено всего 50. Однако эти люди знают, что вы думаете в данный момент. Они, может быть, не знают, что вы именно думаете, но они чувствуют, врете вы или нет. Волнуетесь ли? Испытываете ли вы стыд? Компьютеру очень сложно научить этому, поскольку это мельчайшее движение, но техника не стоит на месте. Современные камеры позволяют делать уже более 200 снимков в секунду, но это слишком много информации, компьютеры с этим не справляются. Но очень быстро развиваются встраиваемые процессоры таким образом, чтобы каждой камере был свой маленький суперкомпьютер, для того, чтобы можно было научить каждую камеру понимать, что чувствует человек, сидящий перед ней. И таких камер уже очень много. В одной Англии каждый раз, каждый день вы запечатлены более чем на 300 снимках. Вы ходите из дома, вас фотографируют, в подъезде вас фотографируют, в автобусе вас фотографируют. Ваш день запечатлен от утра до вечера. Представьте, что будет, если каждый из этих камер понимает ваше настроение в данный момент. Я не знаю. Микроэмоции позволяют нам понять больше. Они позволяют выделить шаблоны в поведении человека. Считается, что поведение можно разделить на единицы поведения. И эти единицы объединяются в стереотипные поведения, называемые паттернами. Если мы научимся выделять отдельные движения автоматически и микроэмоции, мы можем выделять паттерны поведения конкретного человека. И по первым элементам этого паттерна представить, что человек будет делать в дальнейшем. Жесты. Мы спустились от лица к рукам. Жесты используются людьми для коммуникации. Они будут использоваться для коммуникации с компьютерами. Жесты очень сложная вещь, потому что рука очень подвижна. В отличие от лица, к которому мы обращены обычно к собеседнику, руками мы двигаемся свободно. Там нет таких ярких деталей, как глаза, рот. Поэтому современные алгоритмы достаточно плохо с этим справляются. Но тут нам снова помогают развития в камерах. На сей раз трехмерные камеры, которые позволяют производить трехмерную реконструкцию, определять форму движения человека с большой скоростью. И мы даже самого быстрого размахивающего руками человека, например, как Жириновского, мы тоже сможем отследить и определить, как быстро он двигается и что он в данный момент показывает. Есть и более хитрые аспекты компьютерного зрения. Непонятно, с какой целью следуем. Например, определение формы человека под одеждой. По рукам и ногам человека, зная статистическую модель распределения формы человека в зависимости от видимых частей, мы можем предсказать, какая у него форма и определить, сколько человек весит, объем талии и прочие параметры. Авторы уверяют, что это необходимо для упрощения работы от Элье, но каждый может судить сам, нужно ли это или не ему. Если мы вспомним кинофантастику последних лет, например, фильм «Особое мнение», в котором мы видим персонализированную рекламу и интерфейсы, управляемые жестами, нам становится понятно, что это не очень фантастика. И это все будет доступно в течение ближайших 10-20 лет. Но поскольку мы все-таки не совсем философы, но ученые, вспомнив старый анекдот о том, кто придумал социализм, и это были философы, потому что ученые вначале бы поигрались с мышками, это все пробуется на мышках. Мышка является чудесной моделью человека. Большинство у нее точно так очень похожее строение мозга, и 95% генов, ответственных за заболевания человека, имеются и в мышке. С развитием генетики мы можем выключать определенные гены, выращивать произвольные генетические линии, и экспериментировать, как нам заблагорассудится. Мышка гораздо удобнее человека для экспериментов. Она достигает взросления за 2 недели, и ей можно отрубить голову и посмотреть, что внутри, в отличие от человека. Это крайне необходимо для того, чтобы проанализировать, какие процессы идут в мозгу. К сожалению, большинство ученых в настоящий момент делают это следующим образом. Они наблюдают за поведением мышей вот на таких сетках, записываясь с карандашиком и секундомером, за сколько секунд мышка пробежала из одной области в другую. С учетом того, что мышей миллионы, в одном американском институте по разведению мышей более 60 миллионов мышей содержатся одновременно, понятно, что проводить эксперименты без помощи компьютера невозможно. Поэтому задача создания умного дома для мышей даже более актуальна, чем умный дом для человека. И пока человек не очень понимает, чем умный дом ему помогает, для мышей, для исследователей это более очевидно. Мы можем наблюдать и регистрировать поведение мышей в любой момент времени, автоматически, и затем его анализировать. Пстотипы умного дома выглядят примерно так. Каждой мышке вшивается под кожу эрфит метка, что пока не очень удается делать с человеком, что позволяет регистрировать все перемещения мышей, определять их социальное поведение, кто с кем дружит. А также мы можем контролировать перемещение мышей и их тестирование, например, устанавливая ворота, которые реагируют по меткам с одновременным взвешиванием, что очень удобно для контроля питания и стресса мышей. Эти системы делают все то же самое, что мы хотим потом достигнуть и с человеком. Они отслеживают поведение, определяют психологическое состояние и воздействие лекарственных препаратов. Например, вот здесь показаны траектории движения животных в различной обстановке, в старых условиях, в привычных, в новой обстановке и под действием амфетаминов, когда движение становится хаотичным и ограниченным. Все эти технологии действительно как-то изменят мир. Как они изменят, пока не очень понятно. Одно очевидно, что роботы научатся понимать, что чувствует человек. И поскольку, как считается, человека от обезьяны главным образом отличает умение понимать эмоции другого человека и реагировать на них, возможно, роботы благодаря этому действительно достигнут сознания человека. Я уже не говорю о дружелюбном интерфейсе, когда любой человек сможет общаться с компьютером, как человек с человеком. А исследования на животных позволят создать лекарственные препараты, которые либо улучшат память, либо позволят человеку забывать. Но это не тема этой лекции. Об этом можно говорить практически бесконечно. Я не знаю, уложился ли я 18 минут. Но спасибо за внимание. Я надеюсь, это было интересно. Спасибо. 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 Спасибо.